СОНИК БУМ От меня не уйдёшь, Эггг-Мэн! Ты знаешь, что меня зовут Доктор Эггг-Мэн? Ты специально. О чём ты, Эггг-Мэн? Всё закончится здесь, дружище. Сейчас тебя уничтожит огнебот. Неужели? Он что, сожжёт меня из огнемёта? Огнемёта? Нет. О, кислота? Ручная граната? Нет-нет-нет, у него есть клешни. СМЕРТОНОСНЫЙ КЛЕШНИЙ! Тогда стоило назвать его Клешнебот, или Измельчитель, или Щипкатрон 9000. Но Огнебот — это лжевая реклама. Это мой робот Соник! Огнебот, вперёд! Синий лидер! Это жёлтое небо. Вижу Огнебота. Он приближается. Приём! Спасибо, Тейлз. Приготовься к сюрпризу с канатом. Огган! Вставай! 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 Катапультируйся, Тейлз! Давай! Тейлз, нет! Мы вернёмся, Соник! А ты тяжёлый. Тебе не помешало бы сжечь пару калорий. Отдыхай, приятель. Я отнесу тебя домой. Обещаю, я не допущу, чтобы подобное повторилось вновь. Соник? Эй, друг, как самочувствие? Отлично. Готов вернуться в строй. Да. Насчёт этого. У меня для тебя хорошие новости. С этого дня ты уходишь на пенсию. Как на пенсию? Да. Теперь ты сможешь целыми днями играть в гольф и возиться с внуками. Но у меня нет внуков. Может, теперь появится. Поверь, так будет лучше. Увидимся, дружище. Минутку. Что это было? Я уволил тебя. Ладно, ладно, я понял. Не смотри на меня так. Я сделал то, что должен был. Нужно лишь убедиться, что Тейлз не вернётся к работе. Кастинг напарников. Буду рад всем профессионалам. Лучший получит работу. Рекомендации обязательны. Можете в это поверить? Резюме рекомендации очень важны. Разобенно в этой сфере. Какой идиот захочет быть напарником Соника? Быть рядом с ним каждый день? Наслаждаться дружбой и уважением? Ну уж точно не я. Если только... Дурацкая камера наблюдения. Привет, меня зовут Эми Роуз. И я хочу стать твоим напарником. Эми, я знаю, кто ты. Здорово, я не против поблажек. В графу особой навыки запиши пение и жонглирование. Ау, когда святые маршируют по подошёл. Следующий. Самая большая слабость. Вообще-то я довольно труслив. Ау, импровизация. Обожаю импровизировать. Я разносчик пиццы, который поёт и жонглирует. Когда святые маршируют. Думаю, ты будешь отличным напарником. Нет, Наклз. Я ищу того, кто будет моим напарником. Мы подберём тебе новое имя. Может, Наклз-младший? Ладно. Последний вопрос. Что бы ты сделал в безвыходной ситуации? Когда я рядом, никакой безвыходной ситуации быть не может. А ты смышлёный новичок. Да, так и есть. Но я не новичок. На самом деле, я никто иной, как... Тейлз! Ты не можешь быть моим напарником. Буду рад всем профессионалам. Лучший получит работу. Лучше меня не найти. Или ты что-то недоговариваешь. Ладно. Тебя ждёт сложнейшее испытание. Привет. Эггмен! Что ты здесь делаешь? Меня зовут доктор Эггмен. Я попал на вакансии напарника. Что? Ты мой заклятый враг! Да, верно. Но я могу внести ценный вклад в твою организацию. Например, я доктор. Не врач, учёный. Но тем не менее... Ты не можешь быть моим напарником. Буду рад всем профессионалам. Ладно. Так и быть. Вы оба проходите на второй тур. Но никто из вас не победит. Есть кто-то ещё? Кстати, у вас есть парковка. Поздравляю! Ты кандидат номер три. Нечего себе. Итак, быть моим напарником непросто. Сейчас я проверю вашу выносливость, силу и стойкость. Победит тот, кто... Вообще-то правильно, кому. Победит тот, кому удастся пройти все невообразимые испытания и принести мне красный флаг, который я установил на вершине опаснейшей горы под названием «Безопасная». Вообще-то... Истинга опера Zahlen послед QU cela сломается. Победит тот, кто-то добрыйアイе, Что происходит? То, с чем я справлюсь. Вообще-то, я просто свернусь калачиком и усну. Давай, Эггмен, эта работа будет моей. Я здесь не ради работы, болван. Я хочу избавиться от вас раз и навсегда. Тейлз! Соник, я застрял! Тейлз, я не хотел тебя увольнять. Я пытался защитить тебя. Подвергнув меня еще больше опасности. План не сработал, признаю. Эй, Соник, последний сюрприз для тебя. Я учил твои пожелания и усовершенствовал огнебота. Я не умею плавать. Тебя затягивает. Мне не хватает сил. За меня не волнуйся. Уходи скорей. Напарники так не поступают. Тебя затягивает. Тебя затягивает. Тебя затягивает. Мне не хватает сил. Тебя затягивает. Я вернусь с новым роботом! Дам ему подходящее имя, у него будут глаза лазеры и запас ветчины. Злодейской ветчины. Насчёт работы. Какой график-то? Ну, семь дней в неделю, но у тебя будет свой самолёт. Пусти меня! Ты обещал перезвонить! Наклз, в чём дело? Наклз, младший, не найден. Значит, тебе нужен? А я безумный разночек пиццы! Я пою и жонглирую! Когда святые мочируют! Наклина! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал, Всемирная сеть. СОНИК БУМ Кто там? Привет! Что тебе нужно? Во-первых, спасибо, что открыл столь поздний час. Понимаю, я наверняка потревожил тебя. Ближе к делу, Яйцеголовый. Ну, я... я... мне нужна твоя помощь. Тебе? Моя помощь? Да. Моё зловещее логово, высокотехнологичная крепость, колыбель всех ховарных планов по устранению тебя и уничтожила буря. Я надеялся, что смогу пожить у вас пару дней, пока мои роботы занимаются восстановлением. Пожалуйста, не прогоняй меня, там жутко. Да, тебе не помешает крыша над головой. Ивана. Но откуда мне знать? Вдруг ты нападёшь на нас Тейлзом, пока мы спим? Клянусь, что не трону тебя и твоего друга, пока я здесь. Я даже оружия не взял. Хочешь, проверь. Нет-нет, это лишнее. Я тебе верю. Значит, всего на пару дней, и только ты один? Только? Только Орбота и Кьюбота, а не моя семья. Ой. Эггман? Привет, ребята. Не знал, что вы придёте так рано. Я всё ещё в злодейской пижамке. Сзади есть запасная дверца. Что он здесь делает? У нас перемирие. Тейлз разрешил ему пожить здесь немного. Я всё ещё жду свой бутерброд с лососиной. Уже несу. Я просил белки. А это желтки. Видишь, жёлтые. Я слежу за уровнем холестерина. А лосось выращенный на ферме? Я что, в тюрьме? Это, явно, какой-то зловещий план. Сначала он маскируется под соседа, а потом, бабах, появится очередной робот-сокрушитель, который уничтожит нас всех. Бежим скорее отсюда. Ребята, Эггману нужна помощь. Если откажем, чем мы лучше него? Да, ничем не лучше. Вы только представьте, каково ему. Тебе страшно? Ты чувствуешь себя одиноким? Заедаешь своё горе? Кто-нибудь уберите её. Ребята, если Эггману негде жить, пусть остаётся. Кто знает, может, он не так уж и плох? Бой подушками! Бой подушками! Довольно! Хватит с меня Эггмана! Надоело, пусть уходит! Ты не можешь просто выкинуть его на улицу. Да, сосед из него не самый лучший, но это результат вашего к нему отношения. Нашего отношения. Он ударил меня подушкой. До сих пор проблемы с кратковременной памятью. И проблемы с кратковременной памятью. Давайте обсудим это на встрече соседей. Итак, Соник, ты ничего не хочешь сказать Эггману? Да, как бы помягче. Ты ужасный сосед, и тебя здесь никто не любит. Выражай свои мысли так. Делая то, ты вызываешь у меня это. Ладно, дай-ка подумать. Живя здесь, ты вызываешь у меня гнев. Потому что ты ужасный сосед, и тебя здесь никто не любит. Ты прав. Я худший в мире сосед. Просто я всегда жил один. А как же мы? Роботы не в счет. Соник, мне кажется, что кое-кому стоит быть более терпеливым. Почему бы тебе не попробовать подружиться с Эггманом? Ну, что скажешь? Ой. Эггман, если мы дадим тебе второй шанс, обещаешь исправиться? Конечно. А теперь давайте обнимемся. Не вы. Я мою посуду с помощью губки. Потру я хорошенько, пока не заблестит до скрипа. Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять. Тройной бонус! Я снова выиграл! Чудесно! Пора спать уже поздно. Еще раз, ну пожалуйста, что еще делают соседям веселиться? Я не против, но разве вы не устали? Орбот? Кьюбот? Они же роботы, бездушные железяки не устают. Эй! Он прав. Как хотите, спокойной ночи. Стой, не уходи. Побудь со мной еще немного. Я так одинок. Прошу тебя, сосед. Ура! Ура! Эггмэн все еще живет с вами. Сколько часов вы спите? Ноль. Это вторая часть коварного плана. С минуты на минуту сюда явится его робот-сокрушитель с огромными ногами и с жуткими острыми зубами. Стикс, у тебя паранойя. Эггман живет здесь два дня и до сих пор не сделал ничего зловещего. Что смешного? Помните, я сказал, что мою крепость уничтожила буря? Возможно, я приврал. Видите ли, я подстроил всю эту беду с крепостью, чтобы напроситься к вам в гости и довести до полного... До полного изнеможения. У вас не хватит сил остановить робота-сокрушителя. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я так и знала. У него был робот-сокрушитель. Почему? Мне никто не верит. Я не параноик. Хватит меня преследовать. Довольно робот, уничтожь Соника и его друзей. Что? Нет, я не это сказал! Мы все еще работаем над деталями. Сокрушитель, не трогай мою крепость! Не смей сносить мой дом! Нет! Соник, ты должен мне помочь! Почему? Это твой робот. Смотри, а то мне придется жить у тебя. Вперед! Его нужно остановить. Но я так устала. У него должно быть слабое место. Возможно, подсказка на земле. Мягкой, удобной земле. Что? В чем дело? Нападение? А, точно. Эггмен, ты его создал. Как нам его обезвредить? Одновременно активировав оба рычага, они в крепости. Там и там. Что за день? Ладно, Эми, Наклз, Стикс, отвлеките этого монстра. Мы с Тейлзом займемся рычагами. Эггмен, показывай путь. Может, обнимемся напоследок? Нет. Замкни процессор кинетического барьера. Давай скорее! Давай, отключи центральную операционную систему. Я знала, что ты придешь, но тебе не уничтожить Стикс, потому что я не уни... ничтожа... унижаем... меня не убить. Замкни процессор кинетического барьера! Бой подушками! Да! Нет! Ребята, от моей крепости осталась горстка пепла. Вот я и подумал, может, я поживу с вами еще немного, пока строится новая крепость. Я составлю тебе компанию. Давай поговорим о том, каково это быть соседом. Представь, что этот шарик твоя самооценка. Стоп! Хватит! Нееет! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть СОНИК БУМ СОНИК БУМ Метеориты — это падающие звезды. Нужно загадывать желание, а не убегать. Хочу пони! Тебе лучше спрятаться. Почему твое желание сбылось? Система защиты от метеоритов. У тебя есть защита от метеоритов? У меня есть защита от всего на свете. Пожары, наводнения, люди, читающие мысли. Ага, начни с метеорита. Защита от чтения мыслей такая же, плюс шапочка из фольги. Кто-то оставил это возле моего дома. Да, почтальон. Это письмо. Письмо, да. Не знаю, бумага, завёрнутая в конверт. Что он скрывает? Что внутри? Ах! Стикс, тебя номинировали на наградную награду! Им нужно сменить название. Покажи. Стоп, я же не умею читать. Дай-ка сюда. За спасение деревни мэр приглашает вас на награждение. Ха, как удачно. Можно взять с собой четырёх ближайших друзей. Прости, комик-чим. На чём я остановился? Награждение будет проходить в особняке мэра. Вы отведаете изысканных блюд и пообщаетесь с элегантными гостями. После чего состоится вручение наградной награды победителю. Им можешь стать ты. Я не пойду. Что? Почему? У меня неделя расписана по минутам. Видишь? Завтра порыться в мусоре. Среда порыться в мусоре. Четверг прививка столбника. Пятница порыться в мусоре. В общем, всё забито. Такая честь выпадает раз в жизни. Да, может даже выиграешь блестящий трофей. Ты же любишь блестящие вещи. Да, я люблю блестящие вещи. Но нет, нет, не-а, не-а. Стикс, ты что, боишься идти? Боюсь? Нет. Конечно, нет. Нечуть, не-а, нет. Немного. Стикс, тебе нечего бояться. Взгляни на меня. Я дикий барсук. Я опозорюсь. Какая разница, что подумают люди. Да, на таких вечеринках собираются одни пустомели. Какие пышные у вас усы, полковник Ворчун. Благодарю вас, мадам Вонючка. Не волнуйся, ты справишься. Я научу тебя быть леди. Леди? Это штука, которую бросают в мусор? Нет. Леди – это вежливый и утончённый член общества. И ты можешь стать такой. Урок первый. Не говоря о мусоре. Я пас. Брось, ты сможешь. Ладно, я попробую. Отлично. Настоящей леди необходим эскорт. Зачем я трачу на вас своё время? Нет. Пожалуйста, я не хочу опозориться перед гостями. А, ладно. Но штаны не надену. Спасибо. Спасибо. Если хочешь стать леди, надо упорно тренироваться. Готово? Да. Только один вопрос. Можно взять с собой улитку? Каждое новое знакомство, начинай с комплимента. Например, похвали парфюм. Ты не воняешь. И-и-и, вперёд. Это мой спутник. Если он вам не нравится, я вас вырублю. Нет, Стикс, леди не дерутся. Если сомневаешься, оттопырь мизинчик. Раз-два шаг, раз-два поворот. Раз-два шаг, раз-два наклон. Почему музыка управляет нами? Я не твоя марионетка, музыкант. Я не твоя марионетка. Думаю, она готова. С удовольствием представляю вам Леди Стикс и её спутника Ёжика Соника. Вперёд, ты справишься. Начни с комплимента. Какой элегантный запах. Наконец-то, еда! Крастини со спаржей, конопляный пирог, козий сыр с красным салатом. Эти светские зануды любят такие закуски. О, ой-ой, мне пора. Фу, напоминает козий сыр салатом из помоев. Какое остроумное замечание, мой друг. Э, салат из помоев? Сэр, у вас хватило смелости выразить вслух общее мнение. Вы обязаны присоединиться к нам. Я? Ладно. Салат из помоев. Вы хорошо подготовились к зиме. Приличный слой жира. Да как вы и смеете. Стикс! Что? Это был комплимент. Я же не сказала, что она не готова к зиме. Добро пожаловать на наградное награждение. Сегодня мы вручим наградную награду за заслуги перед обществом. Один из номинантов получит собственную наградную награду. Вот так. Ну все, я уволю того, кто писал эту речь. Смотрите, какая нелепая шляпа. Сэр, это официальная шляпа дома Джиллокпотов, главой которого являюсь я. Но если присмотреться, она действительно выглядит глупо. Что это? Это ваша предсалатная, послесуповая, закусочная, посткоктейльная трехзубчатая вилка. Простите, извините. Пропустите слово гения. Подвиньте, парцерный. Эггмен, как тебя... Номинировали? Скажем так, у меня много верных сторонников. Наконец-то пригодился мой робот для бюллетеней. Где-то я тебя видел. Мы знакомы? Начни с комплимента. У вас большой зад. О, благодарю. Недавно я начал заниматься на велотренажере. Видал, панцирный? Вот так должна есть суп настоящая, леди. Леди Джорджмены, мы готовы объявить победителя этого года. Награду получает... Черепаха Лерой. Да! Я-ху! Один-ноль в пользу Лероя. Черепаха Лерой? Это награда моя! Попахивает надувательством. У меня синдром раздраженного кишечника. Если не отдадите мне награду, я сам ее заберу! С помощью своего робота! Давай, завали бюллетенями! Это выглядит не столь угрожающе, как я думал. Миньоны, в атаку! Оооо! Стикс, займись ими! Леди не дерутся. Так вот, откуда я тебя знаю. Стикс, нам нужна твоя помощь. Нет, я должна оставаться леди. Ну все. Мне надоело быть правильной. Пора выпустить зверя! Держи кулачок, дружище. Ешь, мусор! Я вернусь! В следующий раз возьму больше бюллетеней! Больше бюллетеней! Лерой, может, ты и выиграл награду, но все согласятся, что сегодня героем была я. Да, но награда моя. Отдай мне блестяшку! Так, держать. Вам идет галстук бабочка? Спасибо, что спасла нас, Стикс. Похоже, что быть леди не всегда полезно. Я просто следую инстинктам. А меня сможешь научить? Конечно! Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал. Всемирная сеть. Соник Бум. Поверни налево. Я не выполняю твои приказы. Сама поверни. Почему мы каждый раз об этом спорим? Узрите невероятную мощь! Осьминога-бота! Очень приятно. Знаешь, было бы гораздо легче, если бы ты перестал бегать. Прости, я занят и не слышу тебя. Бегаю вокруг твоего кальмар-бота. Это не кальмар, это осьминог. Разве не видно по размеру щупалец и голубы? Соник, мой лазер-антибот. Вижу цель, один выстрел и все, пауку конец. Осьминог! Это осьминог! Тейлз, ты ее проверил? Не волнуйся, сработает! Это не хорошо. Ой, ай, надо было посещать уроки катания на бревнах. Давай сюда! Я могу делать это весь день! Передышка не помешает. Ну, удача отвернулась от вас. Так и должно быть! Ведь у меня есть кальмар, то есть осьминог. Теперь и я запутался. Гадость. В следующий раз учите биологию, прежде чем сражаться со мной! Ребята, я не знаю, что произошло. Я знаю, твой лазер чуть не превратил нас в корм для бота. Да, причем невкусный. Простите, но он не сработал. Может, дело не в этом? Вдруг это вообще не Тейлз, а спящий агент, крот, который притворяется лесой. Я тебя раскусила! Хватит! Оставь его в покое! Нет, Соник, они правы. Ну, кроме Стик с ее агентом, кротом. Я подверг вас опасности. Я должен уйти. Тейлз, подожди! Тейлз, ты в порядке? Я не вернусь, пока не починил свой лазер. Ребята, давайте полегче с ним. Да, Тейлз совершил ошибку. Разве вы никогда... О! О, простите, если напугал вас, пожалуйста. Примите мои искренние извинения. Ты чуть не сбил нас, приятель. Тысяча извинений. Позвольте представиться. Ти-дабл-ю Баркер. Инспектор маняжа и владелец цирка чудес Ти-дабл-ю Баркера. Цирк, значит? С клоунами? И слонами. И шоколадными фигурами. Я не знаю, что такое цирк. Увы, ничего этого у меня нет. Видите ли, мои артисты съели несвежие суши и тяжело заболели. Остались только двое медведей и каскадеров. Как же вы будете выступать? Никак. Дети. Они будут разочарованы. Ах! Только не дети. Да, дети. Если бы я мог найти добрых людей, которые помогли бы мне оживить магию цирка. Мистер Баркер, вам повезло. Мы с радостью выступим. Говори за себя, Эми. С чего ты взяла, что я захочу танцевать как медведь? Без обид, ребят. Да, да, я понимаю. Тренировки требуют усилий. Далеко не каждый способен. Способен. Мое второе имя. Я думал, твое второе имя, ёж. Надеюсь, твой цирк угонится за мной. Я согласен. Чудесно! Я рад, что вы присоединились к нам. Подожди. У нас ещё один есть. Тейлс, приём. Мы работаем в цирке. Тейлс? Так-то лучше. Да ладно. Дурацкий пульт. Добро пожаловать в цирк, где ваши уникальные способности будут продемонстрированы детям всего мира. Соник. Только одно существо способно укротить... Шар страха! Круглая клетка без начала и конца позволит тебе развивать невероятные скорости, оставаясь при этом в её центре. Здорово! Ты, мой мускулистый друг, отлично машешь кулаками. Но пробовал ли ты поработать головой? А я, а я, а кем буду я? Акробатом? Укротителем тигров? Фокусником, выполняющим трюки, которые никто не видел? Ты будешь грустным клоуном. Грустным клоуном? Я поняла, ты даёшь мне глупую работу, потому что я девочка. Готово к номеру на трапеции, босс. Эврика! Я забыл установить противовес для балансировки ускорения. А ещё внутри было это. Добро пожаловать в цирк чудес Т.В. Паркера! Сегодня мы продемонстрируем вам чудеса силы, скорости и ловкости. Трюки, которые вы никогда не видели раньше. Конечно, если вы впервые в цирке. Наслаждайтесь! Это не смешно! Это грустно! Вы должны сочувствовать грустному клоуну! Узрите! Шар страха! Последнее испытание. Отлично! Успею посмотреть танцы с роботами. Нет! Сегодня финал сезона! Во сколько начинается шоу? Отличная работа, ребята! Это было здорово! Надо как-нибудь повторить. Да, безусловно. И мы повторим. Эй, что за дела? Видишь ли, на самом деле мои артисты не заболели, они сбежали. Когда я услышал о вашей команде, то поставил эту замечательную ловушку. А вы просто кивния попались. Сама-сама-сама-сама-сама-сама-сама! Слишком поздно, друзья мои. А вот настоящий подарок. Не так-то просто поймать молнию в бутылку. Мне пришлось специально заказать эту клетку у нашего общего друга. Шар страха от Эггман Индастриз невозможно согнуть, сломать или расплавить. Всего шесть платежей, плюс доставка и он ваш. Закажите прямо сейчас. Ты кое-что забыл, Баркер? Меня! Неужели? Милая, отзывчивая Эми Роуз. Подумай о детях. Дети? Минутку. На этот раз я не куплюсь. Значит, тур по регионам? На случай, если вы захотите сбежать, я заказала этих ребят. Ребята, я починил лазер. Теперь он работает. А где все-то? Соник, ты меня слышишь? Соник! Тейлз! Как я рад тебя слышать! Этот циркач поймал нас. Нам нужна твоя помощь. Вас понял, синий лидер. Помощь уже в пути. Вижу большой шатер, Соник. Тейлз! Вытащи меня из этой штуки! Отлично. Лазер до сих пор не работает. Вот это другое дело. Медведи! Мото-жуки! В атаку! Соник, он уходит! Выпусти меня из этой ужасной клетки! Я владелец цирка! Отличный полет, дружище. Да, ты молодец. Прости, что назвала тебя двойным агентом. Я не знала, что ты тройной агент. Да, спасибо, Тейлз. Всегда рад помочь. Пойдем отсюда. Что? Нет, нет. Стойте! Вы не можете бросить меня здесь! Вернитесь! 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 Наконец-то я могу выключить эту чушь. Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал. Всемирная сеть. СОНИК БУМ Так точно. Я превращу каждый кокос на этом острове в смертельную бомбу с помощью своих верных робопауков. И никто меня не остановит. Бегите, паучки, бегите! Только мне план Эгмана кажется... Странным. Бомбы, кокосы с робопауками? Нет, не только тебе. Да, но как отличить обычные кокосы от бомб? Я понял. Это психология. Робопауки – это крик о помощи, а кокосы – это проблемы в отношениях с матерью. Нет, у меня проблем с матерью! О, нет! Я обещала, Стикс, что проведу вечер с ней. Закругляемся. На самом интересном месте. Мамочка! Ты мне надоел, Соник! Я только постирал костюм! Идем, Стикс, семеро одного не ждут. Семеро одного? Такое выражение. Чего? Не знаю. Просто так говорят. Выражение такое. Давай, собирайся. Это же так весело. Например, что лежит в твоей сумочке? Сумочки? Да, в ней самое необходимое. Кошелек, бальзам для губ, фотография друга, в которого ты не влюблена. Сумочка, точно! Стикс, ты в порядке? О, нет! Сумочка где-то здесь. Стикс, сколько же хлама! Вот и нет. Это какой-то танец, да? Спасибо, что помогли нам устроить дворовую распродажу. Стикс любит собирать хлам, но мы положим этому конец. Не думаю, что... Верно. Эми, тебе не кажется, что ты... перегибаешь палку? Я просто пытаюсь помочь несчастному и безнадёжному другу. Эй, эй! Распродажа начинается! Нет, совсем не перегибаешь. Сколько стоит палка с улей? Не продаётся. Это подарок моей тётушке. А эта череп коровая? Нет, я храню в нём палку с ульем. А как насчёт муха? Сколько? Только не мох! В свете луны этот кусок похож на Эми с двумя носами и бородой. Сто монет за всё. Дыши глубже. Смотри, Наклз, скопление кристаллов Зучай. Идеальное для создания гиперэхогенного лазера. Что скажешь? Я понял, только смотри, Наклз. Эй, ты что тут делаешь? Я собирался купить это. Сто монет. Сто монет? Это же грабёж! Пятьдесят монет. Передвиньте скамью на другой конец двора. Будет сделано. Шестьдесят монет. И ни одной больше. Сколько стоит этот шлем? Восемьдесят монет, верно, Стикс? Какая удача! Из этого получится отличная линза для моего гиперэхогенного лазера. Осталось только найти камеру преломления и потоковый отражатель. Да, Наклз? Ты специально используешь такие слова, чтобы я чувствовал себя... Как бы сказать, не очень умным. Глупо. Видишь, я об этом и говорю. Эми, сколько стоит гранитный диван? Сейчас вернусь. Только прихвачу ещё кое-что. Ну вот, иду. О, ложку забыла. Шестьдесят пять монет. Когда это закончится, ты почувствуешь себя лучше. Чистый дом, счастливый дом. А за сколько мы продадим эту старую доску для серфинга? Минутку! Доска сделана из прочнейшего дерева, которое блокирует гранитную дверь с черепом. Да? И что? Это вход в пещеру злых фраглодидов. Эта доска закрывала его! Ой, упс. Соник! Эми убрала доску. Единственная вещь, которая защищала нас от нашествия полчищ фраглодидов из самых недр земли. Это точно. Нет, я имею в виду нашествия, а не всё остальное. За сколько бы ты ни продала доску Эми, она того стоила. Оу, это единственное, что отделяет нас от толпы злых монстров. Я продам её за пятьдесят монет. Чистый дом, счастливый дом. Хватит, я поняла. Мне нужна помощь. Так что хватит издеваться над Эми, хоть она и заслуживает этого. Стикс! Фраглодито, забрали её. Что же делать? Обвинять тебя. После. Идти спасать её. Жаль, что мой гиперхогенный лазер недоделан. Ты найдёшь недостающие детали. У нас полно всякого добра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пора выносить мусор. Что это значит? Драматический момент. О, великий Фрагимандиас, прими эту скромную жертву. Очень скромную. Щуплую, я бы сказал. Но после длительного перерыва ты примешь всё, что угодно. Ну что, тебе есть что сказать? О, несчастная душа. Ты слишком дерзкий для того, кто живёт в моём подвале. Ты одна о нас. Посмотрим раз, два, миллион. Сэр, один заболел. Миллион минус один. По-твоему, какие у тебя шансы? Эй, знакомый кокос. Отпустите нашего друга. Скамья! Я знала, что этот хлам пригодится. А вот и нет. Вперёд! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ули! Ули! Тут ещё остались пчёлы. Ули! Попробуйте мой гиперогенный лазер! Сработало! Действует! Ну вот. Кажется, мы устали. Присядьте! Ха-ха! Остра умная ошибка. Стикс, держи! О, спасибо! Вперёд! Пора уходить из этой пещеры. Заблокируем дверь навсегда. Дизайнерский стеллаж прочный и по фэн-шую. Не знаю, как вы, ребята, но я хочу съездить к вулкану. Правда? Здорово! Шестьдесят семь. Ладно. Мой камень улетел дальше. Ну уж нет! Мой улетел дальше! Переживаешь, что фраглодит и снова вырваться из пещеры? Нет, это вряд ли. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Братья мои, мы в ловушке. Но эта старая мябель оживила обстановку. Поставь кофейный столик сюда. Он гармонирует с пещерой. Сэр, один заболел. Соник Бум. О, да! Кто отправит его в лунку? Наклз! Вот кто! Скоро ты испытаешь боль, дружище Соник, и она будет мучительной. Ладно, мы поняли. Тайлз? Подбрось монетку. Не доверяю я этому парню. Орел! Повезло. Не смотри на меня так. Один-ноль, Соник. Да ладно! Ты же видел его с дулой ветром. Что? Всегда учитывай миграцию птиц. Неплохой удар, приятель. Это несправедливо. Может поработать над замахом? Шутишь? Замах тут ни при чем. Просто удача отвернулась от меня. Наклз, я вижу, ты расстроен, но... Даже не пытайся говорить со мной о моих чувствах. Вообще-то я хотела попросить тебя уйти с моего газона. Соник, этот везунчик выиграл у меня в гольф. Ему просто повезло. Я думала, ты не хочешь говорить о своих чувствах. Не хочу! Я хочу кричать! У каждого из нас бывает черная полоса. Это не про меня. Неужели? Сколько раз ты проиграл Сонику на этой неделе? Я же сказал, не хочу говорить об этом. Может, во вселенной произошел сбой баланса удачи? Это возможно? Дурацкая вселенная. Чтобы вернуть все, как было, тебе нужно в ближайшее время навлечь на себя как можно больше неудач. Это ускорит перемещение баланса удачи во вселенной, и тогда она снова придет в норму. Да, все верно. Вы меня слышали. Ускорит перемещение баланса удачи во вселенной? Серьезно? Вот оно что. Невероятно, как я раньше не подумал об этом. Когда баланс удачи поворачивается к тебе спиной, нужно действовать как можно быстрее, чтобы развернуть его обратно. Когда я услышал эту теорию, то сразу подумал, да, это же очевидно. К тому же, я тренироваюсь принимать ужасные... ...болезненные... ...жестокие удары судьбы. Я же чувствую, как удача возвращается ко мне! Ну и ну, Наклз, ты в порядке? В порядке ли я? Беспокойся лучше за себя! Или ты нервничаешь перед следующей игрой? Боишься, что я тебя сломаю? Минутку! Тяжело говорить с дырой в легком. По-моему, ты не в состоянии играть во что-либо. Это ты думаешь, что я не в состоянии... ...что-то там делать. Но на самом деле, я наконец-то обернул баланс удачи в свою пользу! Твоя полоса везения закончилась, Соник! Крепись, друг мой! Теперь солнце светит над моей головой! Даже обладая таким мощным умом, как у меня, нельзя забывать о рефлексах. Поэтому вы, роботы, будете моими оппонентами в этой тренировке. Приготовились! Внимание! Начали! Кто-то наступил на мои усы! Минутку. На ваши усы никто... Такое впечатление, что в балансе удачи во вселенной произошел сдвиг. Давайте, метеориты! Я жду вас! Нужно что-то сделать! Он же так покалечится! Что ты предлагаешь? Проиграй ему специально. Еще предложение? Ладно, я поговорю с ним. Предоставьте это мне. Макс, ты тратишь время понапрасну. Дело не в удаче, просто у меня больше опыта. Удача! Опыт! Удача! Опыт! Именно поэтому я и победил в этом споре. Ничего подобного, я еще не закончил. Удача! Удача! Может, обсудим это в другом месте? Соник и его друзья всегда побеждают меня с ничтожным отрывом. Но я нанесу сокрушительный удар, когда баланс удачи во вселенной обернется в мою пользу. Так что атакуем прямо сейчас. Используем все, что у нас есть. Активируйте мягу. Стикс, пожалуйста, помоги нам остановить Наклза. Он может пострадать. Нет, если вовремя сдвинет баланс удачи во вселенной. А если нет? Тогда он наверняка окажется в желудке у хищного растения, где будет медленно перевариваться несколько дней. И мы этого не допустим, да? Надо готовиться к худшему, но я верю в него. Верить в того, кто следует твоей безумной теории? Ты назвал мою теорию безумной? Накс, я надеялся, что ты одумаешься, прежде чем астероид превратить тебя в горстку пепла. Что скажешь? Признай, что удача — единственная причина твоих побед. Устроим матч-реванш прямо сейчас. Опыт против опыта. Давай, начинай. Чувствуешь, земля дрожит. Отличная попытка, везунчик. Ладно, признаю, это немного странно. Немного? Ты что, шутишь? Чудесно! Вторжание прошло гладко. Я бы сказал, как по маслу. Примечание. Нужно придумать злобную шутку. Эй, Эггмен, с чего ты взял, что этот трюк сработает лучше, чем все остальные? Баланс удачи во вселенной. Вот с чего. Что? Ты тоже в это веришь? Простите, я опоздал. Что мне делать? Меня не задело, правда. Я немного вспотел, но ничего. Сегодня мою счастливый день. Ребята, вы целы с ума сойти. Не могу в это поверить. Мы загнали его в угол. Зачем ты пришел? Помочь. Ты не помогаешь, а только приносишь несчастье. У меня идея. Мы все пострадали из-за тебя. Раз ты такой невезучий, может тебе присоединиться к Эггману? Ладно. Если вы так хотите, я буду работать с тем, кто ценит меня. Наклс, вернись! Подожди. Мы обыграем ситуацию. Жители деревни. Ваша паника и история и хрики страха были так очаровательны и доставили в нем массу удовольствия. Поэтому я решил выразить свою благодарность, представив вам свою самую экстравагантную оду унижения. Встречайте. Мега! Я назвал его так, потому что он больше всех остальных роботов. Эггман, я ушел от Соника. Теперь я на твоей стороне. Ха! Отступник решил присоединиться к победителю. Какая удача! Классный робот. Новый? Да, нравится. Мое лучшее изобретение. Хотя, вообще-то это прототип. Испытания не проводились, зато дизайн выглядит внушительно. Вот я и подумал, что на волне удачи... Зато теперь мне не придется убирать все эти обломки. Удачи, недотёпы! Да уж, неудача следует за мной по пятам. Или это удача. В конце концов, мы победили? Я был на стороне врага. Вот и нет. Я отправил тебя на секретное задание. Такое секретное... Что, даже я о нём не знал? Да, видишь ли, ты присоединился к Эгману. Твоё невезение перевесило его удачу. Но это было по наружку. Ты победил, проиграв. О-о-о! Да! Знаете, о чём я думаю? Откуда берутся эти безумные теории? Когда невезение покинет меня. Куда оно денется? А вот и ответ. На твой вопрос. Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал. Всемирная сеть. СОНИК БУМ СОНИК БУМ Лазер в джунглях. Лазер в джунглях. Я поджарю вас своим лазером. Эй, Эгман, улыбнись птичкам. Они выклюют мне глаза. Чему тут улыбаться? Хватит улыбаться. Что ты делаешь? Нам туда. Нет, туда. Естественный ход погони ведёт нас налево. Да, налево. От меня. Нет, от меня. Слева, а не справа. Я прав. Мы должны свернуть налево. Туда. В этом нет смысла. Я цел. Я вывихнул лодыжку. Наконец-то я поймал тебя. Выдохся, Эгман. Попробуй мой фирменный кувырок. Я победил тебя. Выхода нет. Соник в ловушке. И доктор Эгман вместе с ним. Мы свободны, свободны. Я могу купить плавучий дом и жить в нём прямо на воде. А я, наконец, допишу свои мемуары. Мне говорили, что я хороший рассказчик. А мне говорили, что я похож на енота. Мы попробуем вытащить Соника. Но сначала один из нас должен стать главным. Отличной мыслями. Я буду главным. Ты? Я главная. Я никому не доверю эту миссию. Я знаю. Каждый из нас будет за главного. Нет. Отлично. Мы застряли здесь. Поправка. Ты застрял здесь. Увидимся, яйцеголовый. Увидимся, яйцеголовый. Это ты. Вот как это звучит. Минутку. Я могу прицепить к люку к буксировочный трос Эгмобиля. Но ему не хватит мощности, чтобы его открыть. Я могу протащить твой дурацкий Эгмобиль по комнате, если других вариантов нет. Надень снаряжение для ежа. Что? Никогда. Если ты кому-нибудь расскажешь... Вперед, пошел. Иду, иду. Мы что, сотрудничали? Да, и у меня есть фотографии. Ладно, если мы не можем выбрать главного, разделимся. Кто хочет быть в моей команде? Отлично. Кто хочет, чтобы Наклз возглавил команду Эми? В команде Эми главное Эми, а в команде Наклза Наклз. Значит, есть команда Наклза? Можно быть в обеих командах? Нет. Каждый должен выбрать сторону. Итак, что скажешь? Эми? Или Эми. Не понимаю, как это работает. Помогите! Мы не можем быть одни. Вся эта свобода. Такой богатый выбор. Похоже, это послание, написанное на потерянном языке. Ха! Поздравляю. Вы находитесь в недрах храма дружбы. Войдите как незнакомцы, выйдите как лучшие друзья. Следуйте примеру бобров-приятелей, чтобы стать закадычными друзьями навеки. Только этого не хватало. О! 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 Следуйте за бобрами. Потяни рычаг, Эггман! О! Давай вместе. Ты был слишком прекрасен для жизни. Давайте повторим еще раз. Кто здесь главный? Я. Так мы далеко не уедем. Может, я буду главным? Нет! Что это за отверстие в стенах? Может, люди бросали туда деньги? Дротики. Дротики! А ну, слезь с меня. Не за что. Моя лодыжка. Кажется, я ее вывихнул. Да, определенно вывих. Или что похуже. Насчет того, что произошло утром, прости, что стрелял в тебя из лазера. Я должен прекратить постоянные попытки уничтожить тебя. Спасибо. Наверное. Нажмем на кнопки одновременно. Поверить не могу. Ты купился на старый трюк с лодыжкой. Я украл идею у тебя. О, кажется, я вывихнул лодыжку. Да, не зря я посещал уроки импровизации. Ах ты, врунгий цеголовый. Пока, ежик. Надеюсь, это стечение обстоятельств не покажется тебе честным. Понял? Стены сдвигаются, скоро тебя расплющат. Ладно, объясню позже. Да ладно, еще одна дверь. Сколько можно? Кто проектировал этот храм? Ладно, Эггман, ты справишься. Просто потяни за рычаги. Оставайтесь внизу. Не двигаться. Я был так близок. Ешь, жми на кнопку. Давай, живее. Итак, ты наверняка расстроен. Я понимаю, почему. Но теперь мы заказочные друзья. Ну-ка, улыбнись. Давай выбираться отсюда пока. Потолок не рухнул. Будь я главный, мы бы уже были в храме. Будь ты главный, я бы уже был в храме. Эй, ребята. Ты даже спорить не умеешь. Какой из тебя лидер? Ты права. В большинстве случаев я ничего не понимаю и просто говорю все подряд. Не важно, кто будет главным. Мы никогда не попадем в... Соник, ты помогаешь Эггману? Что? Нет. А вот и выход. Старая вагонетка? Мы даже не знаем, куда ведут рельсы. Хочешь остаться здесь? Ладно, готов? Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. 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 Да! Мы так рады, что вы вернулись, босс! Больше мы вас не бросим. Что-что? В смысле, не хотите почитать черновик моих мемуаров? Как здорово, что Соник вернулся. Наклс, поверить не могу, что мы ссорились. Да, ты прямо вышла из себя. Я вышла из себя? Да ты упёрся как осёл! Не знаю, что это значит, и не хочу знать. Знаешь, из нас получилась неплохая команда. Как будто мы впрямь с тобой друзья. Да, кто бы мог подумать. Увидимся, Яцеголовый! Если я не уничтожу тебя первым! Соник Бум Мне всё равно, что говорят другие. Не амбургеры лучшие в мире. Будто Рождество у меня во рту. Только там никто не наряжает ёлку. Зачем ему скейтборд? Мне кажется, он хочет прокатиться. Ну, катается он на скейтборде. Что в этом такого? Серьёзный парень. У него есть свой стиль. Подумаешь, подпрыгнул слегка. Сумасшедшая скорость. Да ладно! Ух ты, отличные трюки! Спасибо, бро! Слышали? Он назвал меня бро! Да, я слышал. Мастер слова. Я Свифти! Землеройка Свифти! Не понимаю, из-за чего весь этот шум? Просто землеройка в яркой одежде. Я поймаю! Ты спас мой бургер. Сумасшедшая скорость. Сумасшедшая скорость. Хватит! Я тоже могу кормить бургерами. Эй, отстань, чувак! Помогите на помощь, мой ребёнок! Кто-то должен помочь малышу. Ни слова больше, братишка. Пришло время... Сумасшедшей скорости! Ладно, я тоже спасу день. Пришло время... ...помощи... ...детям... ...геройских подвигов. ...придумаю фразу позже. Ой, глаза! Клей! Покупайте свежий клей! Помните, если вам понадобится стильный герой, звоните. Я Свифти и землеройка. Увидимся, дамы и господа. Как бы я хотела быть его дамой. Я тоже. Все в обмороке. Дурацкий Свифти. И стиль у него дурацкий. Тоже мне городской пижон. Ты видел, как он снял солнечные очки и подмигнул? Он идеален. Я знаю. Если он придет в гости, я отключу все свои ловушки. Ты же никогда этого не делала. Знаю. Ай. Это дерзкий и сумасшедший летательный аппарат, дружище бро. Дружище бро? Сумасшедшая инженерия! Эй! Отстань от моего лучшего друга, пижон! Расслабься, синенький. В чем дело? Дело в том, что ты меня достал. Мне надоел твой густой мех. Я сыт по горло твоими дурацкими словечками, типа бро. Не наезжай, бро Зила. Не моя вина, что я красивее, популярнее. А главное, быстрее тебя. Ты не быстрее меня. Бро, ты, конечно, скоростной, но не сумасшедший. Хватит это повторять! Что за слово такое? Сумасшедшая скорость – это круто. Гонка вокруг деревни докажет обратное. Звучит неплохо. Победитель получит право хвастаться. Согласен. А проигравший уйдет навсегда. Стоп, что? Если ты боишься проиграть... Ничего подобного! Я повелитель скорости. Мастерство во мне столько, что из ушей течет. Не в буквальном смысле, конечно. Увидимся на гонке! Чувак, ты можешь в это поверить? Какой отстой! Эй, это мой лучший друг! Не нравится мне это. Сам-то отстой, Свифти. Ты в тысячу раз отстойнее Соника. Оцени мой классный прикид и модные очки. Да, у него классные образы и модные очки. Наклз! Свифти, убирайся. Пока, неудачники. Я поехал. Да, мои господа. Сегодня состоится уникальная гонка. Победитель получит право хвастаться где угодно и сколько угодно. А проигравший... Посмотрим. Будет изгнан из деревни навсегда. Жестоко она. Правило есть правило. Участники на старт. Молодцы! Внимание! Матч! Что? Что если Соник проиграет? Он выиграет. Быстрее Соника никого нет. Замолчи, сумасшедший! Я победил! Я победил! Не слышу аплодисментов, друзья. Молодец! 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 Сумасшедший смузи! Он выиграл? И успел купить смузи? Но как? Я обогнал его, я сам видел! Это дело дурно пахнет. Я же говорил, у меня синдром раздраженного кишечника. Кажется, кое-кому пора собирать вещи. Я Соник. Согласно постановлению 7-7-4-1-5, подраздел Б, параграф 9, я объявляю тебя... ...изгнанным. Гит. 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 Нет Не могу поверить, что Соник ушёл Но это правда Мы все пали жертвами обаяния моего лучшего робота Робота? Точнее, армии роботов Соник не проиграл В гонке участвовали сразу несколько свифтей Я обвиняю тебя в жульничестве Слишком поздно Теперь ваш любимый герой не сможет меня остановить И я, наконец, исполню зловещую мечту всей своей жизни Построю барк развлечений Звучит не очень зловеще Появятся новые рабочие места Молчать! В моей империи развлечений жители деревни будут вынуждены стоять в длинных очередях Покупать дорогие сувениры Есть просроченную индейку, напичканную консервантами И помните, все началось с землерайки Нам нужен Соник! Верните Соника Видите ли, это не так просто Он изгнан Отмените изгнание Я не могу просто отменить изгнание Нужно созвать собрание городского совета Ну так созовите его Это в моих силах Слушание по делу изгнания Соника объявляется открытым Итак, посмотрим Соника, второй мельёж Где-то здесь должна быть форма 1058Q1B Сейчас Давайте быстрее! Ого! Кто за то, чтобы Соник вернулся и спас нас? Скажите «Ай» «Ай» Кто против? Никто! Решено! Соник может вернуться Мой парк развлечений Я собирался продать все сувениры Увидимся, яйцеголовый Придумал! У меня есть коронная фраза Увидимся, яйцеголовый Увидимся, яйцеголовый Достаточно, сынок Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть Соник Бум Соник Бум Беззаботный денёк на пляже Что может быть лучше? Как приятно подышать свежим морским воздухом и расслабиться Впервые в жизни я чувствую себя абсолютно спокойной Эй, ребята! Я наконец-то усовершенствовала своё лучшее изобретение Знакомьтесь, УП, универсальный переводчик Создан для того, чтобы переводить с любого языка на наш Позвольте продемонстрировать Ход факт, что мою пищу пережевывает Отвратительно Ха-ха, и работает! Кто бы мог подумать? Эй, а он всё ещё говорит Эта штука только что перевела птиц Поскольку твои слова не нуждаются в переводе УП воспроизводит то, о чём ты сейчас думаешь У меня не было таких намерений, но я с радостью приму благодарность Это здорово, Тейл! Отстой! Я вовсе не это имела в виду Ну вот, меня раскусили Я думаю, его стоит доработать Если эта штука не заткнётся, я умру от стыря Стоп, он что, читает мои мысли? Стоп, он что, читает мысли? Прочь из моей головы! Прочь из моей головы! Ну всё, успокойся, Стикс Расслабься, сумасшедшая Я недовольна Не обижайся, Стикс Наклз не хотел тебя обидеть Он тот не самый сообразительный Тейлз, будет лучше, если ты выключишь эту штуку Мы не хотим, чтобы она выдала все наши секреты Выключите его, прежде чем он скажет Сонику, что я... А что он сказал? Ничего, ничего важного Очень интересно Но вы изобретели, что Элза посеяла раздор между Соником и его друзьями Да, они не очень-то ладят У меня появилась идея Если я построю копию этого робота И подменю оригинал, то смогу заставить его говорить всё, что захочу Вскоре они переругаются в пух и прах А в одиночке я уничтожу их раз и навсегда Не смейтесь, вы всё портите Что ж, УП Обычно друзьям нравятся мои изобретения Поверить не могу, что твой дебилт провалился Я обвиню себя Нет, если кто не виноват, то только я В конце концов, я... Минутку Ты озвучил мои мысли, да? Я чувствую себя дураком Завтра всё наладится, обещаю Спокойной ночи, УП Ладно, я знаю, что вчера всё прошло не очень гладко, но... Тейлз, будет лучше, если ты выключишь УП Ай, Грауз, глупышка О, так вот о чём ты думаешь Что? Нет, ничего подобного И волосы у неё плохо пахнут Что у тебя за шампунь? С ароматом прогильшего йогурта Как ты можешь говорить такое? Но это не я сказал, а он Ну да, конечно Я тупица Эй, я не тупица Ты, ам, уродливый Но не настолько, как Стикс Эй! Слезь с меня! Хе-хе-хе, всё где-то по плану Доктор Эггман гений А ты мне нравишься Ты единственный, кто понимает меня Думаю, мы видели достаточно Давайте выкручим мониторы И продолжим восхвалять доктора Эггмана Поверить не могу, что ты думаешь Обо мне такие гадости И что, ты поверишь какому-то ведру с болтами? Минутку Ты кто назвал меня тупицей? Я сам назвал себя тупицей Видите? Вот чего он добивается Робоапокалипсис уже близко После всего, что я для тебя сделала Ты не ценишь меня Почему я ещё здесь? Я знаю, что мои друзья не могут думать Такие ужасные вещи Может, тупе сломался? Что за дело? Я не устанавливал дистанционный динамик Ребята, прекратите Нас обманули Эггман украл УП и подменил его этим вредителем Надо спасти настоящего УП Ребята, вы что, не хотите вернуть УП? Видишь ли, дружище Из-за твоего робота мы всё время ссоримся Говорю вам, он зло Ясно Вот значит как Тогда я сам его верну Хочешь ещё кусочек тарта? Какой красивый торт Надеюсь, никто на него не сядет Эггман Причем, вернее, торт Подпортила мою репутацию Не сейчас, УП Верни мне моего робота Или что? Резонный вопрос Где этот синий неудачник? И остальные твои друзья? Я здесь один Я пришёл обсудить освобождение моего робота, УП Обсудить? Обычно мы просто дерёмся Пока поверженная сторона Иногда вы, иногда я Пятьдесят на пятьдесят Не уползает в своё логово Представим, что это правда И ты не всегда проигрываешь В общем, в обмен на освобождение моего робота Я готов быть твоим ассистентом Заманчиво Два гения под одной крышей Я смогу улучшить статистику своих побед С которой мы оба согласились Договорились Орбот составит контракт Просто прелестно Один из друзей Соника Будет помогать мне в создании оружия для его уничтожения Какая ирония, ваше злейшество Соник не узнает, что его погубило Минутку Как только Соник поймёт, что ты пропал Он ворвётся сюда с толпой клоунов, которых он называет друзьями И тогда веселью конец Я уже подумал об этом Поскольку ты отпускаешь УП, я передам сообщение с ним Отлично, номер два Я думал, что я номер два Брось Мне понадобится компьютер, чтобы узнать твой номер К счастью, он у меня есть Триста сорок семь Привет, ребята Это Тейлз Я остаюсь с Эггманом Не нужно меня спасать Я в безопасности И я счастлив Эй, а вот и пропавший робот Тейлза Мы нашли его Увидите Тейлза, расскажите, как долго мы его искали Мы можем выбросить его и никогда об этом не вспоминать Что? Я просто предложила Привет, ребята Это Тейлз Я остаюсь с Эггманом Не нужно меня спасать Я в безопасности И счастлив Я пробовал со многого Эггмана, чтобы спасти своего робота Было здорово, жаль, вы не видели В общем, нужно, чтобы вы меня спасли Извините за доставленное недобство Ух ты УПаев прям пригодился А УП гораздо умнее, чем мы думали Да Но мы должны разбить его На всякий случай На это нет времени Нужно спасать Тейлза Тейлз, будушка, и воткни мою дрель вон в ту розетку Как-то не очень надежно Я знаю, поэтому и попросил тебя Как приятно иметь ассистента Мы пришли спасти друга из твоих злобных лап Стоп, что? Нет, у нас с Тейлзом контракт Вот контракт лабораторного ассистента Осталось лишь подписать Ладно, к счастью, у меня всегда есть план Б Эми, берегись Пронесло Я забочусь о тебе Ну же Тейлз, активируй фотонные бомбы Ха, ну да Стикс, помоги Найлзу Нет Спасибо за помощь, ребята Без УПА мы бы не справились А у нас еще много новых приключений с УПА Согласна Я уничтожу этого дурацкого робота Здравствуйте, Тейлз Так было нужно Фильм озвучен по заказу Зоологер Вый канал Всемирная сеть Соник Бум Злой робот-пожарный доктор Эггмана сбежал Почему, если злой робот, то обязательно мой? Не знаю Опыт Не сгори на работе Ха-ха-ха, понял? Видимо, нет Разве пожарный не тушит пожары? Алло, в этом и есть ирония Это злобная противоположность пожарного В смысле, я предполагаю Соник, злой антипожарный несет мажонка в горящий дом Соник, злой антипожарный сажает котелка на дерево Вперед, злой пожарный Ладно, признаю, он мой Я создаю злобных роботов У меня это хорошо получается Эта история затянулась Я забыл выключить плиту Похоже, он все-таки сгорел на работе Эй, когда я это сказал, никто не смеялся Стикс, ты не могла бы снять котенка с дерева? Конечно, Соник Стикс, мы хотели обсудить твое обращение с животными Стряхивать котенка с дерева не лучшая идея Они знают закон джунгли, котятам не место на деревьях Есть такой закон? Заведи себе питомца И тогда ты научишься любить животных Как думаешь, Соник? Да, согласен Тогда отведи Стикс в зоомагазин прямо сейчас Нет, ни за что Ненавижу милых и пушистых Видишь, слишком милые, слишком пушистые Такие прелестные Он, он Ужасен Самый подходящий вариант О, кто тут маленький грязнуля? Я назову его Бастер Бастер Ламастер Стикс, когда я предложила завести питомца, я не думала, что ты найдешь нечто столь... Прекрасное Гадкое Стикс, ты уверена, что хочешь оставить этого ужастора? Его зовут Бастер Наконец-то я нашла питомца, от которого меня не тошнит Фу, Бастер меня б слюнявил Значит, ты ему понравился Ой! Кто тут проголодался? Кто тут маленький голодный слюнястер-хулигастер? Может, Бастер хочет картошечки? Я не буду её есть. Она вся в слюнях. Нет-нет-нет-нет. Мы теперь кушаем только органический мусор. Правда, Бастер? На помощь! Кто-то грабит склад со смертельным оборудованием. Серьёзно, помогите! Кибернетические щупальца? Есть. Смертоносные нанботы? Есть. Злобные запчасти? Есть. Здесь есть всё. Смотри, это Соник. Хватаем коробки и уходим. Шмелеватые, займитесь ими. Они окружили меня. Остановите их. Я разберусь. Быстро, Стикс. Зайди с тыла и обезвредь их. Я не хочу подвергать Бастера опасности. К тому же, ему пора гулять. Нам нужно поговорить. О, нет. Брось. Что так, Стикс? Вы купили ему носок на наш недельный юбилей. Но вы не знали, что я уже связала его сама. Нет. Нет. Бастер портит всё подряд. Без-за него мы упустили шмели ботов. Он обслюнявил моё оборудование. Сначала вы предложили мне завести питомца. Теперь предлагаете мне от него избавиться. Я знаю, что происходит. Крупный правительственный эксперимент по контролю над разумом. Так? Это одна из теорий. На самом деле, мы хотим, чтобы ты воспитала его. Показала... Забудь! Либо Бастер уйдёт, либо мы. Если уйдёт Бастер, уйду и я. А вы этого не дождётесь. Что ж, значит, уйдём мы. Стук. Это же мой дом. О, привет. Я зашёл к вам с подарком для маленького слюнястера. Подарок для Бастера. Поскольку Бастер был создан в моей лаборатории, я чувствую себя его отцом. Ты создал Бастера? Да. А теперь я хотел бы вручить ему подарок. Минутку. Ты уверен, что это неочередной злой робот, созданный для уничтожения? Нет, это не злой робот. Это злой соплебот. Две большие разницы. Соплебот – это робот, покрытый гадкой слизью. Это те щупальца, которые ты украл со склада? Брось. Ты её использовал, чтобы чесать спину. А когда почесался, ты создал его. Ребята, помогите мне усмирить эту дворнягу. Нет, пожалуйста, не заставляй меня обижать Бастера. Он мне никогда не нравился. Я сказал, не нравился. Я имел в виду, не успел узнать поближе. Ну всё, Бастер, познакомься с молотком. По-моему, он не хочет. Молодец, соплебот. А теперь взять её. Стикс, он не тронет тебя. Ой, как мило. Я имел в виду, если ты можешь его остановить, сейчас самое время. Ой. Бастер, не делай этого. Внутри ты добрый. Вспомни время, что мы провели вместе. Да, ничего от того не было. А теперь, мой слюнявый друг, прикончи их. Бастер, нет. Друзей нельзя есть. Плохая собака. Что? Нет. Хороший пёс, съешь друзей. Бастер, сидеть. Нет. Стоять. Будь слым. Бастер, вынеси мусор. Нет, нет. Никогда больше не буду делать сапа. А теперь отдай косточку. Хороший мальчик. Бастер, оказалось, что ты злой робот. И не годишься в питомца. Думаю, пора нам прощаться. Повеселись там в большом мире. Ребята, я нашёл гигантского осьминога. Можно его оставить? Ты передумал. Помогите! Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал Всемирная сеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова